приветствую тебя любитель шестой цивилизации это продолжение моего ффа сериала в дополнении райзен фолл в котором я играю за мапуча против семи соперников и все нации как раз из дополнения зулуусы шотландцы корейцы кри грузия монголы и нидерланды если вы не видели первую серию то рекомендую перейти именно к ней всегда лучше начинать смотреть с самого начала ну а всем остальным приятного продолжения просмотра отправить мне этих остаток что посмотрим сколько вас станет в буэнос-айрес чтобы производство еще раз в каждом городе на поскольку тебя несчастье в них минус 25 в каждом минус 25 я не понимаю себе я не понял как ты так лоханулся тапнул юнит а слушай не вот если восстановил баланс под вход то короче останий нет я думаю это была бы эпичная гражданская война пока все остальные значит вылетает зулу соскатились в каменный век и в пещерах такой народ в то время пока мы тут работаем без всяких развлечений этот это сволочь апгрейдит юнит не не будем это терпеть и все-таки на улицу сразу так что я хотел а я хотел в буэнос-айрес отправить на что он там влияет причем голд из минус 400 заход превратился в плюс 350 забавно что есть это упал в этот минусы и как бы ниоткуда взять денег все там умрешь даже если всю армию распустите . вот я про это же и говорю что когда я зерками помню так покидался потом вот это банкротство наступает вот это вот минус 25 и все как бы там у тебя не было развита империя она просто умирает в огонь и там все юниты просто спамятся самые современные пачками там их по 5 штук сразу вылазит при таком показательное гранами как я раз так пидал там она убивал там ну налево направо этими ядерками я просто в итоге не было клеток там пройти там где-то в районах пяти городов таких на широких которые стреляются и танк и вертолет и чего там только не было они же еще начинают понимаешь пути грабит и с нулем пути сидишь такой что делать боиска распускаются ничего не сделать реально вот так если так улетаешь никто тебе не может помочь там все хочу посмотреть может на шпионов есть какие-то блин знаете еще какой глюк я теперь когда в правительство захожу ну не в тот момент когда я хочу карточку поменять а просто посмотреть какие есть карточки то там не переключаются вот вкладки там на войну на экономику на дипломатию ну да это неудобно у меня сейчас стоит на войну и все я не могу посмотреть что у меня там есть на экономику на дипломатию а ну в смысле только когда вышел на надо открыть за золото там никогда и зачем не ну я понимаю вот просто в любой момент нельзя посмотреть ну то есть я могу посмотреть когда если я оставлю когда я принимал в прошлый раз если бы я ставил не вкладку я просто у меня вкладка война осталась я себе оставил вкладку все карточки тогда бы я посмотрел а так у меня вкладка война осталось и теперь я не могу переключить на другие а у меня всегда все стоит ну у тебя там еще там еще есть один глюк у тебя стоит все но ты их не сможешь промотать вот дальше я там залазит за экран например могу вот я от начала до как не могу а я могу вот я прям сейчас зашел ну ты а ты точно сейчас не можешь принять политику ну конечно у меня он написано открыть 335 голды и не таким-то затемненным фоном вот колесиками туда влево-вправо не у меня нет ну может ладно у тебя все коррект почему интересно у тебя 335 у меня 355 чем отличается ну чем ближе ты к тех и тем меньше и там еще вроде чем чаще ты это делаешь тем дороже тебе это будет но это не точно это так мои наблюдения вроде так она делать действует ну вот это вот посмотри сейчас вот и наход изучишь она типа дешевеет открыть или нет туда точно много работающих угры так ты восстановился на на эти не по вылазили я думал они выпадут я но я бы их прибыл кир быстро не нужно было забавность а тут бывает вообще безработные жители чтобы они вообще нигде не сидели на какой клетке наверно нет ну то есть это надо сколько блин жители не тоже жилье упрешься когда жители уже много уже и в районах много места не туда я я тебе расскажу как это можно сделать я запретил обработать обрабатывать все клетки кроме клетки производства и вот у меня в городе 17 жить а я вижу что сидит на клетках 12 где-то 5 жителей куда-то делись но что они делают что в районах и в районах соответственно в районах у меня два жителя в производством районе сидит то есть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать двенадцать жителей работают на клетках то есть где-то еще пятеро и вот мне интересно посмотреть вообще тут как-то пишется что есть безработные которые ничего не обрабатывают похоже что нет а ну да они просто туда вообще ничего не обрабатывают души я проверил только что ну так а где их вот посадить что нет не было бы интересно просто видеть что есть у меня не работающие жители реально такая город что почти танцы это проведено ну вот это тупо так ну что диверсию смогу я провернуть на в космопорту или нет он же уже строит до он экспедицию он делает игрой только исследовал ракетостроение он был даже ничего не исследовал и завершает лунную экспедицию блин крив же лунную экспедицию завершил ну ты же не хочешь на него ядерки кидать но я не мог там я позже выходил ходов на шесть наверное я за это время потерял очень много я конечно потом его тоже закидал но мы бы оба в итоге выбрали заиграть для меня это не имело смысла а так они моментально эти проекты делаются у меня не промки не ученого запуск запуск спутника 3 но это начальные до последние там уже есть ученый но не ученые на плюс сто процентов производства спутник 900 он экспедиции уже 1500 стоит а эти последние по 1800 бензи может попробовать успеть за счет ученого типа и построить сразу деталь одну моментально если срывать там ракетостроение зайдет теория возможно ну что кто еще в темный век со мной я точно я уже вижу у меня таймер на черненький поэтому я явно в темные веках упал но грэй нет план вайлент и эксекьютит райт на а гуд план вайлент а гуд план вайлент и эксекьютит райт на а нужно было бы это душе видимо я чё-то на последний секс век пока не буду менять до грей обманул мы все в темных веках а он в обычном так оружие не буду брать прикольно есть устремление под охраной лжи на шпионов каждый нанятый великий человек прибавляет меня уже все аэродромы построил да вот это я кстати ее и возьму под охраной лжи я уже взял что-то брать больше нечего больше нечего ну на войну либо вот а а и и и и и и и Давайте на территорию посадим, чтобы повысить уровень всех остальных. Так, космопорт завершен. Надо сворачивать просто. Переходы. Запуск искусственного спутника. Прикольно. Интересно было бы, конечно, посмотреть, что в Золотом веке дают. Особенно для информационной. Может, там есть наверняка. Должен быть. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание Леша Рептилоид. Получите лично от меня приятные бонусы для старта. Consolewar.ru От фабрики 13. 14. Растанка. Потому что одна фабрика. Это от всех этих трех. Сюда идет. Войнный инженер. Мне не надо. Я просто думаю, что мне... Уметь ли мне смысл что-то покупать здесь? Которых я могу поменять. Политический курс. Может меня сменить все-таки на... На демократию? Давайте проверим. Снижу я или увеличу? 140. 142.9 в производстве. Надо же проверять. Все в сравнении. Так, поменяли. Плюс 15% к производству. Это все осталось. Здесь темные. Кстати, в темных веках плюс 50% при создании проектов ядерной программы. Офигеть. Так это надо в эпоху атомов в темном веке входить. Если ты не побеждаешь. И просто темный век на планете... Плюс 100. Но очки великих людей получить труднее. Мне вообще кажется, что темный век в античности... Подожди, а еще есть жадные бароны. Плюс 50% золота для каждой биржи. И плюс 25% производства для каждой фабрики. Но... Да, я вот вижу. Минус 2 довольства. Темные века чуть ли не точно сильнее, чем обычный. То есть обычный самый хлам. Так я понял, что... Да-да, кстати, обычный самый хлам. Вот это самое... В него попасть самое обидное. И в героически не прыгнешь и... Не дает ничего вообще. Ну карточек никаких не появляется. Ну да. Вот. Да, как-то так. Ну то есть темный век реально лучше. Во многих случаях даже лучше золотого в начале. И уж точно лучше обычно. Создание устроителей. Пища от внутренней. Ну, хотя тут можно действующие губернаторы. Вот. Тоже... Неплохо. Вот это поставлю. Ну, посмотрим. А, я следующим ходом, наверное, только увижу. 142,9. 142,9. Прикольно. Это стадия рыба, которая на рифе дает 6 еды, 2 промки и 5 золота. Обычная рыбка. Это в каком городе у тебя? На Бамбе. Рядом с колоссом. Да-да, я вижу. Ну, а крабы 7 золота. Ну. Ну, не на рифе из-под не на рифе были. Они давали 5 еды еще и 2 промки и 7 золота. А что за звездный час Монголия приняла? Семь. Это на строке стоят. Перешел на демократию и взял вот этих баронов, и у меня увеличилось на 30 производства. Ну, короче, понятно все с этими обычными веками, бесполезными. Если видишь, что не успеваешь золотой, все, как бы, все, стопаешь, строишь ничего, проект, не знаю, и ждешь темный векс. Какие чудес там, короче. На 3 с единиц с промкой увеличилось? Да. Причем, у меня что допускать, да? Ну, смотри, чтобы еще несчастья не было. Так, на свою территорию надо вернуть. Блин. Будем космопорт охранять. Так, что там? Я же хотел аквапорт построить. Ну, что, смотришь. Ученые все-таки кончились. Да, тогда тут больше нечего делать, потому что я уже ядерный синтез и нанотехнологии отпугался. Да, наверное, надо проводить гранты. Ну, то есть они еще же дают свою науку. Сами по себе. Слушай, Арчи, так получается, тогда нет смысла банить ядерки. Ну, в смысле, ну, перед игрой. Там по 2 делать и так далее. Ну, да, мы ничего не банили, как видите, и как-то вот. То есть сама угроза вот этого уничтожения обоих игроков как бы остановили. Ну, это, видишь, где опытные игроки играют, когда неопытные, там, наплевать, пойду бомбить. А неопытных надо выносить до ядерок. А ты уже такое думаешь, ну, раз он меня, ну, ты уже по-любому у него в ответ кинаешь. У меня недовольство во всех городах появилось. Как-то после принять. Ну, оно минус 1 всего. То есть я получаю плюс 25% к фабрикам. Кри принимает удар возмездия. Что же удар возмездия здесь? На 50% где-то шевле и содержание ядерного арбора. Это вот как раз само название. То есть, типа, если на тебя скинули, ну, в ответ прилетит. Можно снижаться. Ну, и мне губернаторов нейтрализовали. Так, лунная экспедиция. 7 ходов лунная экспедиция. Недолго. Так, кофе. Только кофе. Даже не... Нет у меня кофе вроде. Какао есть. Кофе нет. Так, что очень без хана. Вино у меня есть. Да. Ужлуса я и так все забрал. Ну, было 172, а осталось 110. Теперь фигово. Оказывается. Какие тут на него действуют? Какое счастье. В итоге, в конце игры, не ядерная, а шпионская война началась. Не, все-таки у меня эта карточка. Надо менять. Это слишком много несчастья. Ну, у меня два. Два сидит на контрразведке. Один в центре города, а второй в этом. Космопорт. Сказать тебе какой шанс? Ну, похоже, у вас покруче, блин, ребята. 90%. Я понял, блин. Диверсия на производство, ракетостроение и беспорядки. Кому ракетостроение кто-то ухудшил? Производство я тоже не могу, видимо. Что, давайте беспорядки. Сделаем пока. Ну, вот и сколько у тебя космопорта восстанавливается ходов? Секретная информация. Ну, просто скажи, не один ход. То есть, это и... Ну... Так, вот это у нас должен... На следующий ход узнаем, что допрашивать. Увидим. В... В... Один ход у меня восстанавливается. Так, там предложение ТР-чикину. Что там, кордизастр, ты же воевать, что ли, со мной собрался в концовке? Делать нечего. 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 Так, производство, влияние, плюс одно золото. Нет, это нет. Вот криптография, кстати, можно взять. Да, давайте криптографию и жадные бароны я все-таки уберу. Ну, ядерки ты меня не сбросишь, потому что если ты сбрасываешь на меня ядерки, то фактически у тебя не хватает ядерок против Арчи. Я закидаю тебя ядерками, вообще на пофиг, на все города. Просто до пещерного состояния. Просто в пыль, да? Да. Курдизаст, ты вообще все пропустил. Мы с Арчи договорились не воевать на ядерном оружии. Не воевать. То есть все ядерки мои прилетят к тебе. Ну давайте уже устроите ядерный пепел, чё вы как... Монголог, я предлагаю, чтобы ты скинул на Арчи и на Зофлуса. По-моему, офигительный план. Ну и делать нечего, просто он пытается... Развоить скуп. Не, ну по-моему, вообще по-хорошему, если бы он штук 20 накопил и... Реально на нас троих там по 6 скинул, То это... Вполне надо его вернуть в игру. И на него-то скинут 20. Все. Как-то его вернёт. Опера – это когда человек встанет в заднюю. Опера – это когда человек встанет в заднюю и... А, чё я открывал, если я не меняю сейчас? Ну чё, я уже всё... Я просто хочу посмотреть, как у меня будет... В моих городах, да, счастье вернул, 152. Я лучше так оставлю. Я лучше так оставлю. Всё-таки бароны слишком много... Дают несчастья. Что, понятно? Магнус отъехал, не успел вылезти, и опять поехал отдыхать. Сколько там, 10 ходов? До чего? Ну, как он вернётся? Ну, сюда, 10. Быстро. Пойду, почитаем. Пока что там этот даёт Мокша. Вообще, ни хрени одна сплошная. А что там за карточка, ты говорил? Или что там? Здание это, которое покупатели... Юнитов за веру? Нет, юнитов за веру это здание, да. Второго правительства. Второго. А вот этих рабочих... Рабочих, поселенцев, это, по-моему, в золотом веке. В золотом веке, да? То есть, им надо взять это как бонус века, да. Ну, так тоже можно попробовать, если через веру играешь, как бы тебе надо построить, по сути, одного поселенца и одного рабочего, и всё, больше не надо. Всё остальное ты за веру купишь. Они там стоят в начале, рабочих 35, веру и поселенец 60. Если ты там... У меня как-то было сотни три входа, у меня не хватало. Где-то 270. А, это ведь я ещё тогда не покупал в эти времена этих рабочих. А, это 1500 даёт. Да, Карл Саган. Надо вообще проверить. Ну, мне только Карл Саган, Джон Монаш, Рембрандт. Рембрандта некуда. Ну, если я Эрмитаж дострою, то, конечно, туда и вот. Блин, ну, уже живой модуль запустил. Ну, ты, походу, не успеешь. А ты? Не кажется, ты вообще меня опережаешь как-то, нет? Я, тем более, не успею. Ну, у тебя-то есть этот, как его, учёный. Ты, как бы, с помощью него уже догоняешь и обгоняешь меня, на полкидарки где-то. Так, ты ещё, грая, даже не изучил все, да? Ты ещё три чехи изучил. Так, и я не все изучил. Ну, не три, две. Ну, да. Да не, они учатся-то, суммарно, три хода. То есть, я умею в это, эксмопорта вступить. Ну, тебе-то никто их не ломает. Вы тут на меня вдвоём кинулись. Ну, что ломает, если я, я же не успею. У меня там детали будут строиться. Я не представляю, как долго. Если у меня, этот, лунная экспедиция строится шесть хадов, то там можно, я не знаю, за это время ничего сделать. Тем более, Курдизаз всё-таки решил по ВВ, зачем-то, похоже, он перекидывает. Я тебе точно говорю, не это... Стоимость производства, потому что... Что, стоимость? Ты лагаешь? Ну, последних проектов. Что, стоимость производства последних проектов? Прогрузится, я перестану... Да, мы поняли. Прогрузится, ты перестанешь лагать. Ну, это не точно. Стоимость проектов, говорю, Лёша, это... Ты говоришь, там, 1800, не 1800. Да, а сколько? Ну, я думаю, в два раза точно меньше. То есть 900 тебе пишет? Даже сейчас скажу точно. Так, подожди, у тебя же плюс 100% к ним. Конечно, тебе будет в два раза меньше писать. У тебя же учёный плюс 100% дал. На следующий ход я скажу, сколько он стоит, чтобы сравнить. Бескаля. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует. может быть чудо тут построить чеченицу крутый заскруче всего бы будет на лидера сбросить атомки если у тебя есть который сейчас улетает у него всего один космопорту тут есть одно место у него 2 а второй где но один кордис петра другой столицы они тоже 3 еще один в том который на твоей границе в мисс там вася да вижу ну правильно все три детали лучше строить сразу чем более плюс сто процентов плюс сто процентов я понимаю это в одном городе или как я на все плюс сто процентов производства для проекта космическая гонка у сколько у тебя проект стоит перехода не стоит на ход продлили стоит в младках ну кстати если бы я взял хоть одного не на сто процентов не бы не помог а вот на полторы тысячи если взял я бы мог даже попробовать так так сколько там арчи вот жилой модуль допустим сколько у тебя он стоит я же сказал 3 года стоит сколько ааа сто восемь сто восемь обааааа так стоимость детальки ну 900 если сто процентов то 450 ну то есть 900 она стоит у тебя там же все все логично то есть в этом в треве технологии написано время на стандартной скорости делим надо да я не успеваю просто у меня работа техника не открыта мне тут два хода на технологии потом тут два хода ну предположим я сейчас глобализацию открою тоже будет два хода то есть шесть ходов просто открыть похоже нет если ничего не произойдет в виде ядерной войны то я к сожалению не успеваю а вот с каждым разом походу стоимость увеличивается потому что уже два хода мне космопорт починить в этот раз больше деталек вынесли из космопорта у тебя вместо вас есть шпионы да хорошо да ядерный апокалипсис ядерный апокалипсис ядерный апокалипсис откройте и это проверим какое там событие и так далее спорта стюна был ну один х и где и даст а хотя могут же сломать космофорт хрен поймешь короче ну вообще это нужно не заход до победы а за два хода добавить что ты кидаешь оружие и на следующий ход появляется чрезвычайное событие можно по идее продолжить тип после экрана победы вроде или нет то можно а ну да можем попробовать так ну потому что два хода это критично на самом деле там еще поменяться ничего не открыл на технологии один ход у меня эти продвинуться по робототехники мы все равно мне считайте очень 5 ходов как минимум так а где мне пингала сидит я не понимаю что у меня открытые границы ты же тоже должен по моей территории иметь право ходить нет я же говорил но это баги причем я захожу в дипломатию написано что не могу вот я только что он бомбар бомбарды я попробую не могу написано что у нас есть право прохода может мы при заключении мира там что тыкнули типа ты мне дал право прохода это единственное объяснение это единственное объяснение что он на марс поедет ну так то по идее если бы робототехника кому то из нас троих по львам уже через системы сходов ну да с ученым кстати вообще не критично вот у меня сейчас все проекты последний строится 5-7 ходов плюс сто процентов берем и за три-четыре ход спокойно сто процентов это как-то круто сделали бы плюс 50 процентов хотя бы но это не так и но и и и и и и и и древесина добавил в ракету полетел ну растопить запуск так ну давайте глянем жалко что производство нельзя посмотреть ну по науке кстати мы все ровненько шли у грея только какие-то перепады были постоянные что это за пики такие в конце понятно что это за пик объявление войны арчи тут вообще вне конкуренции юнитов потеряно больше все в суши почему-то юнитов потеряно больше всего грузии и так к нему никто не приблизился 15 юнитов всего потерян да просто мы к с ним воевали он убил там то ли одному только зато больше всех поубивал курды зас там видимо с этими с грешками развлекался зелененькой игры по захвачивал захватчик на 15 15 городов захочет даже сражение больше всего курды за забыла причем он ни с кем не воевал при этом нет он воевал с арчи он по сути не воевал как-то он по сути не воевал ся арчи город захватил ну сколько там двойна 2 ход длилась нет вообще-то там довольно да вообще-то так и было два там три хода он ему отдал город потому что но угроза давно и всегда стоял даже после например захвата корейн данной угроза была от тебя угроза шла тут я был между вами и вокруг меня не был слабых игроков поэтому угрозы вокруг меня всегда было захвата нападением даже смысла не было 15 городов у меня и в арчи тоже достаточно бонус к промке я он собирал со всяких ггшек всего два города разрушена за всю игру ну арчи по-твоему за счет чего за счет этих высоких городов у тебя победа получил ну конечно вот в этом городе 180 промки у меня было в котором последняя деталь когда строилась нажмите продолжить киньте ядерку куда-нибудь а да давайте посмотрим что нам удаст ой блин а я уже главное меню забыл кидайте ядерку значит не посмотришь что-то за столько тогда паузу отожми игра приостановлена форты зас я можете надо вернуться сюда ну киньте кто-нибудь ядерку конечно на победителя кидаем вот прям в столицу ты уже кидаешь да уже летит красиво а у тебя стояли подлодки рядом с его территории конечно я шлютника и договор заключен я серьезно вернулся с кидаю все вообще ждем событий бой ядерный кризис требует а мне ничего не покажет так участники кризисного союза должны захватить определенные города грей у вас есть возможность вступить в кризисный союз против этой цели в случае успеха ждет награда так во время кризиса юли цели получают минус 2 к боевой мощи и у них пятников получает плюс один перемещение на территории дополнительно ну короче тут все то же самое тут все то же самое как и при обычной войне то есть например если ты захватил город чей-то да нам бы такое же пришло то есть чувак кидает ядерную ракету а вам дают плюс один перемещение по его территории и минус 2 к боевой мощи против юнитов пропустите ход мне напишет тоже ну примите только да да ты год сангидан кем пьютишь уже подожди арча расскажи по поводу самой нации как она тебе вот эта нация имя вот для вот этой стратегии четыре высоких города лишь вот это нация самое подходящее вот я сегодня пробовал австралии ну там в компом mail у нее нет у нее почему вот эта нация потому что у нее 75 торговый путь и там буквально с сорок пятом уходу вся там уходу и вот за каждый же этот это еще может быть и больше там уже за каждое пастбище сейчас подождите кроме того во вторых торговый путь быстро появляется 2 1 и 2 ну там же в гончарном деле и еще на жилье у них это здание которое рабочим да надо строится то есть жилья там всегда хватать будет они быстро растут города и быстро строится район и быстро много этих забираешь ну вот буквально надо пережить там до 55 до 60 хода а там уже тебе не страшно ты уже там отобьешься там уже можно и этого взять и генеральщика есть ну не генераль этого виктора нанять если там кто-то будет агрессировать ну я же рассказывал вроде нет там берешь магнуса качаешь ему перк этот на плюс два типа ну садишь его столицу сама столица растет на 20 процентов больше а в нее караваны по плюс 2 еды и все и начинаешь караванщики пускать у него быстро 2 каравана получается два города там на десятом на пятнадцатом ходу там караван когда появляется первый вот этот гончарном деле сразу отправляешь когда с магнусом тому же 5 3 5 4 и потом растет и растет за счет этого прокачка что жилье жилье не ограничено и все нормально вот еще другими нациями поиграть мне кажется сейчас еще будет им баланс на в этом плане немец потому что у него эти ганзы строится там заходный ну а звук и те как грей прекрасная вармонгерская нация любителям агрессивной игры корпус из 5 и плюс 5 от бонуса золус плюс 10 с генералом плюс 15 совершенно ты же ранними полу корпусами армии мини не особо воспользовался ты захватил я уже не надо было может стоило именно что дальше идти на самом деле и захватывать и арчи и ванголоса как бы встретились вот голландцы посередине все с арчи говорят исправиться но у тебя же ранние корпуса у него нету корпусов у тебя уже есть у него нету армия у тебя уже есть но ему надо присоединиться через голланд мне наши надо как-то и развиваться если строить только армия то в меня ничего другом и так захватил двух человек от все таки фуфа поэтому я решил что он в принципе если я получил хоть ну любого из этих ученых да у меня были все шансы на победу отставить и лёша там игры что он вам там оставалось на вылететь у меня долго меня проблем в том что робототехнику не открыл мне как минимум просто четыре хода до робототехники открывая робототехнику и соответственно улетаю но я почему-то что-то я не то открывал и так получилось у меня робототехника очень далеко оказался вот нужно 5 4 хода у меня то есть ученым на полторы тысячи я бы ход в ход либо один ход вот так вот так что решение арчи действительно прекратить войну и не воевать ядерками оказалось верным ну это лишь из опыта вышла я знаю чем это заканчивается обычно вот такие давай я в тебя ядерку а ты потом в ответ и понеслась и от этого ты в точно в плюсе не останешься а ну еще кстати узлу с уже военные районах которые уникальные очень быстро строится как бы соответственно в нем сразу же можно строить корпуса да и потом армии не строй вообще ни одного здания это тоже очень да кстати тут тыкнул районом за два хода построился и все строят точно а ну а курды зас как у тебя твои монголы впечатление но здесь как бы моего моя плохая игра связана с тем что некого был захват если посмотреть статистику по района можно увидеть быстрые скачки у у арчи и у грей именно за счет того что они захватывали в целом нации очень мощно вот я сейчас играю я получает 12 мощи для своих самолетов только от двойного бонуса за разведку плюс 12 мощи это очень много на самом деле я получаю насчет самолетов скажу одно стадис виктора прокаченного я вот его специально прокачал ставишь 5 город который ты стреляешь у тебя самолета заканчивается там очень быстро очень сомневаюсь очень сомневаюсь там что я сейчас взял плюс 25 но смотри защитник веры это 10 это его мощи двина раз защитник веры в атаке тоже а он используется получается как как лучники задолжен поэтому я не знаю тут самолет я сейчас стреляю то есть три вылеты и армии танков нет современных у грея ну вот еще один повод а забанить защитника причем это причем это на самом деле не вот насчет этого кстати сто процентов раньше значит по-другому считалось потому что мы можем вспомнить всю игру где летал самолетами там 10 вылетов нужно было и прокачка у меня была против наземных но защитника вера так не было мы плюс 10 настолько не может даже до долга он колупал действительно и нужно ее пробовал тоже самолетами тоже колупал по 7 по 5 да вот то же самое было это с прокачка еще против сухопутных юнит но мы говорим про последние самолеты до на базаре активные бомберы вот сейчас будет прокачка то один его одна его армии танков двух вылет будет умирать значит сто процентов что поменяли потому что раньше даже близко или просто раньше не работала либо до задумывалась так а работала не то я думаю все таки монголы довольно таки мощный в плане войны пусть я не смог ее сейчас показать и способность значит точно крайне мощный в военном плане даже получше чай а стоп знаете что мы еще не проверили перехватываются ли зенитками ракеты у тебя у тебя около твоей столицы арчи стояли зенитку ты меня около если они стоят около космопорта возле космопорта я думал мало ли там они там самолетами будут ты можешь кинуть ядерку еще на космопорт посмотреть там нет зенит там три штуки всего они всего единичку радиус имеют мне так почему стоят две зенитки прям рядом с космопортом нужным грамм и кидать домой не почему же у космопорт на зенитки поскольку она давай прям на зенитку да действительно так на космопорт дана мне нифига не работают но это же старые зенитки камок мобильным что давай я куплю я твоих городов не вижу тебе слушай подожди ты знаешь была анимация что зенитка обстреливала твою ракету мнением возможно может надо побольше их просто сейчас я куплю эту мобильную зерка ну тебе придется ее карте провести и да почему карте мы с вами с тобой война а но если мне клетку скажешь я просто не увижу сам я ее не открыл меня открыт ну ладно у меня как бы все защищено но я не знаю что нет ты кстати не купил подлодку ко мне не приплыть нет ты зря конечно я вот сейчас смотрю у меня бонус к урону за 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 разведку 18 мощи а ну вот еще отсюда как бы огромный бонус то есть у него двойной то есть получается за каждый уровень разведки дается плюс три урона stream 3 пункта мощи а у меня двойной бонус то есть я сейчас получаю 18 мощи только за счет этого то есть я думаю что с прокачкой твоя армия современных танков просто бы разлеталась ну наверно это неважно как на такой стадии когда много самолетов ядерок не меньше что просто закидываешь все вообще бомбами до свидания не если что хватит вообще на все твои города без исключения еще в запасе остается но если бы так это целью стоять ну вот поэтому ограничивать ядерки все-таки шумеет смысл если уже такого коснется делал это мы здесь как-то все-таки что здравый смысл преобладал как бы два игрока которые будут этим заниматься они уже его бы не вот поэтому видишь мы сейчас втроем тут были на улет президенты если кто-то на кого-то агресса все минус 2 одновременно ну да так бы было то есть поначали воевать скорее всего лишь повыграть ну как бы ну а что мешает именно таким образом ограничивать использование ядерок а не больных просто частично понять то есть уже само понимание что типа я понимаю что ядерки надо использовать когда у соперников их реально нет да и отрываешься желательно уже чтоб у тебя было много настроено чтоб вот один-два хода это его полностью а если ты понимаешь что у соседа тоже есть ядерка получается это как в реальной жизни ядерное сдерживание что если ты кидаешь то те кидают в ответ и пакет пакета победа либо там договариваться с кем-то вдвоем на кого-то нападать все-таки ядерками его реально таким образом пилить очень быстро то есть он наверное может тоже в ответ что-то кинет но вы уберете одного соперника хотя бы вдвоем останетесь это есть возможность победить но я не ощущаю что монгол должен был в этой игре покидать на 1 ядерки на всех троих на сегодня может он не успел просто засты хотел кинуть нет ну во первых я не брала плюс 4 там жилья плюс одно удовольствие за губернатор я думаю за это тоже хорошо просил просто произвести просил опять же я же все строил все районы есть очень дорогие просто чудовищно дорогие не знаю у меня на самом деле но если я праздновать конечно вышел я бы конечно копил ядерное оружие и что-то бы сделал я бы не не сидел как грей и смирился бы с победа арч нет я бы не смирился не воевать на ядерном оружии как бы и все ну все тогда спасибо за игру всем пока надо надо разобраться еще раз играть так состав желательно пассивный собирать у него так играй кто первый отписался потом не было претензий что забрали слабых игроков чем плохо что те не устраивает в этот раз мне хочется по конкурентным поинтереснее чем вы если 8 человек в конце сидели вот так вот каждый улетал это было пищу интересный лишь поверь да еще ты знаешь не поместились восьмерон для меня нужна нормальная генерация карту среди верно уже кстати это только делают я уже даже подписался просто вот эта верхняя левая часть карты просто эти ничего нету пустота пусть получается появился бы наверх грузин тут вот выше шотландец чуть левее ну полевее от зулуса и уже было бы занят эта территория ну и монгол например повыше немного у нас как-то так распределила только ясно романжи территории я же говорю лишь цпл к этому же сделали сейчас они не обычно 12 модик там проверяют что получше потом последние варианты вот мы прошлый патч играли на нем постоянные вроде нормально ну опять же надо надо чтобы она не совсем там прям так выхолощена бы они будут пози они делают генератор карты или или просто нахождение людей на карте не знаешь там более равномерное расположение гигрышек и снижают уровень тунда чтобы не было провала у кого-нибудь так как там все-таки стипа конкуренция этого не на статистику все играют они этим в принципе руководствуется ну да ну там дисне мне в цпл не нравится что они тупо на очки играют там да да я за это ваши перестал там играть и потому что такие три часа поиграть контрастрайк уже стала и не цивилизация не там быстрее табачки там что они там говорят все голосуем здесь ходов и не начинают чудеса там что-то но города поселенцев покупать строить ставится побольше очков да это тупо да это бред полный ладно все еще раз третий раз уже спасибо за игру всем пока спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры